Лидия Сергеевна Черная Семья Лидии Черной Переезжает в Пески, Коломенский район Там на территории усадьбы Бехтимерова-Милославская Был организован Эвако-госпиталь Отец на фронте тоже? У них бронь была Они были в госпитале партнами Чинили С мамой? Да, вместе с мамой чинили они одежду С фронта Я жила на территории А тогда никакого отговора не было Мне было 15 лет Я вообще со школьной скамьи Как слепой котенок Вот вызывают В любое время, дня и ночи Бери паспорт и поезжай Возила я секретные документы ФЭП, РЭП, МЭП Секретные документы возила в Москву Девчонка Лидии Черной было 15 лет Она развозила гражданскую и военную корреспонденцию Однажды юная девушка Недооценила срочность вверенных донесений Гнев начальника отпечатался в ее памяти Я посчитала своим детским умом Что я пока приеду Это будет 2 часа ночи Пока за ней съездят Пока туда-сюда Думаю, я ночую Я ночевала в Москве Приезжаю, мне это начин Я до сих пор помню Как я стою около стены Он меня оскорблял всякими словами Как только Позыг попадала Я думаю, он меня убьет Я из-за тебя Не спал всю ночь Почему ты сразу не приехала Я говорю, мне не интересует твое мнение Вот почему Я до сих пор помню В 1941 году Немецкие войска подошли к Кашире Над песком до линии фронта Было рукой подать Совершали немецкие войска Авианалеты И на местную железнодорожную станцию Как сирена Мы в бомбобежище И слышно были орудийные выстрелы Из Кашира Фронт рядом был И бомбежки стояли составы Каждый день бомбили По 9 гробов привозили После бомбежки И меня заставляли девчонку Я страшно боюсь мертвецов До сих пор И у меня вот целая большая комната На 6 или 7 покойников И вот мне заставляли печку топить А закрывать трубу просила Других людей, боялась Это страшное дело было Без конца И бомбежки И похоронки Вообще страшно все это помню Вспоминать У нас хирург Веневоленский Николай Владимирович Созер Сутками стоял в операционной Не выходя И самое страшное Вот мне запомнилось Когда человек горит в танке Это страшное дело Вот у нас такой Лежал Забыла как Сашка Фамилию забыл уже Все время помнила За километра Слышно Как его перевязывают И это сейчас вот А тогда Бинты Отдирали от ран Он орал За километр Слышно Вот И бинты эти Стирали Дезинфицировали И всех работников Заставляли Я до сих пор Бинты вот так закатываю И эти бинты Потом Перевязывали раненых Постепенно ход войны Изменился Сталинградская битва Курская дуга И ряд других Ключевых сражений Уже позади Все чаще с фронта Приходят сводки Об освобожденных городах Я была как раз в Москве Была первые Взяли город Фастов И в Москве был Это Как Салют Вот я первый раз Это очень запомнила И вот каждый раз Как берут Радость не знаю какая Все старались Все это Вот я же говорю Была я в Керчи В катакомбах Я все это вспомнила И как Там колодец Бомбили Как все это Это страх подумает На всю жизнь запомнишь Как мы выходили Вот по одному Держались за руку Чтобы там Не потеряться Вот такая тропочка Лербот Шагнуть Это вы сейчас Про вашу поездку В Керчи Уже Да Да И следы войны Страх подобные Через ужасы войны Прошел и родной Брат Лидии Сергеевны Черной Николай Сергеевич Тютин В 17 лет Отправился на фронт Минометчиком Весной 1942 года Получил ранение Но быстро оправился Уже под занавес войны В боях запознан Контузия И еще одно ранение Куда более опасное Чем первое Началась гангрена Его жизнь висела На волоске На курсах Два месяца И сразу на фронт И там В этом подпозже Его ранило Лежал он После гангрены Лежал в госпитале Я ездила туда В Горьком Я искала там Полночи Этот госпиталь Потом я его Переверла в Москву На Довронинский Переволок Он в Москве Лежал потом После ранения Он уже был Демобилизован Не возвращался На фронт Нет конечно У него 15 операций Под общим наркозом Какой фронт Гангрену Говорили Это вот это ранение Да Благодаря Вот этому Врачу Красновой Два года назад Николай Сергеевич Тютин Ушел из жизни После войны Лидия Сергеевна Работала в санатории Номер 12 В Песках Получила профессию Бухгалтер Позднее пришла Работать на производство В ЖБКИ Я бухгалтер Училась на курсах Вот когда была Я на Демонстрации В Москве Я была Как раз Это 52 год уже Ага Позже Да Училась на курсах Я Я бухгалтер Я когда ушла на пенсию Троим отдала работу Представляете Как я работала Трудное время было После военной Помните что-нибудь Об этом периоде Сначала я Да конечно Трудно Единственное Выручали В свои вот Огороды Сады Пахали У меня После Муж Был завгаром Но Картошку мы сажали Под губином Полтретьего ночи Это такого не бывает Только из-за того Что машина К 8 часам Была нужна Для работы Мы ночью С мужем вы когда познакомились? Расскажите немного 50 человек Он приехал К брату У него Матери не было С 5 лет Отец погиб На фронте У него Он тоже на войне был? Муж? Да Вот Я на Украине Ни разу не была Только приезжали Родственники Вот я Видела Он с Украины сам? Да Где-то Вы с крестьянски Познакомились? Да Он приехал к брату И мы вот Ходили на танцы То есть на танцах Познакомились? На танцах Сколько у вас Детей? У меня двое А брак у вас один На всю жизнь был? У нас и однолюбы У нас и дети И вообще весь род Однолюбы Раз Женился И до конца Я прожила 57 лет Пока он умер Как можете заботиться? Григорий Никитич Все закончили Высшее образование Все уже на пенсии Но работают Общаетесь с детьми? Ну а как же? Звонят каждый день Общаемся Как же забыть? Внуки? Как же кормильцев Как же кормильцев забыть? Помогают вам? Дети помогают? Кто кому? Дети помогают? Или вы Кто кому помогает? Вы же мыли Всяко бывает Вот так вот А внуки есть уже? Да Сколько внуков? У сына двое И дочка вот заканчивает Форматистический колледж Последний год Внучка А внук Все у меня Все у меня Всех я воспитала У меня вот целая команда На платформе стою Пять человек у меня Это чьи? Это вот мои А это чьи? А это вот брат Сестра Девочку с Азией Повезли год 8 месяцев И моей год 8 месяцев Представляете? Пять человек Вот я с ними Всех вырастила Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»